Всем доброго времени суток, друзья и комрады, с вами я, Алексей, и мы продолжаем серию своеобразных сражений в Total War Room 2, и не только. Сегодня у нас столкнутся 7300 фракийцев против 900 мирмидонцев. Всего лишь 900 мирмидонцев будет пытаться сопротивляться неподалеку от Аполлония, в общем, городок тут есть небольшой. В общем, предыстория для тех, кто интересуется каким-то сценарием. Пока царь Ипиров сражался на землях Рима, на севере, в одном городке неподалеку от Аполлония, расположился небольшой гарнизон мирмидонцев. Они прибыли туда не так давно для того, чтобы пополнить припасы и отправиться к царю Ипирову. Однако, их путь задержали некие оворванцы, что смогли прорваться через земли Фракии, через сам Несс к землям Аполлония. И это рать несмертной численностью в 7300 воинов сейчас будет пытаться сломать хребет мирмидонским воинам, что обороняют в данный момент сей городок. Как-то так. Сумеют ли они? Выстоят ли они? Выстоит ли город? Вот в чём вопрос. Не знаю. Однако одно я знаю точно, что обе стороны, что фракийцы, что мирмидонцы, будут сражаться до последнего. Немного о фракийцах. Фракийцы у нас не какие-то бичикильские мечники, а реально жестокие воины, готовые рвать и метать. А именно, этих лоптов себя представляют следующие юнитов. Фракийские знатные серпоносцы, да, то есть знать фракийское. Наёмные серпоносцы, даже есть юнит без названия. Это такие своеобразные тяжёлые мечники фракийские. В общем, можете наблюдать, как они выглядят довольно-таки жёсткие. Ветераны все различные. То есть не бичи, а реально жёсткие ребята. Закованные некоторые из них в броню. Кто-то с серпами гоняет. В общем, как известно, фракийцы войны опасны. И с ними тягаться в ближнем бою даже римлянам было в своё время сложно. О чём говорим сейчас? Мирмидонцы, возможно, и не выстоят. Однако я склонен верить и полагать в то, что всё-таки мирмидонцы и смогут преодолеть все опасности. Всё-таки кто-нибудь да выживет. Однако так ли это? Не знаю. Итак, первая группа фракийцев уже у нас вторгается в город со стороны берега. И сейчас одному доблестному отряду предстоит будет их сдерживать. Мирмидонцы с мечами, да. Мирмидонцы у нас с золотыми лучками, вкачанные, прокачанные. Очень жёсткий боевой дух, можете посмотреть их статы. А именно, это ближний бой 86, урон оружием 45. Защита в ближнем бою 52, броня 105, здоровье 70. Боевой дух, естественно, у них велик под соточку. Всё как полагается. И полкан, в котором, значит, в составе отряда здесь всего лишь 60 юнитов. И статы просто божественные. 99, ближний бой. Защита в ближнем бою 106. Зароня 115. Базовый боевой дух 168. В общем, ребята, жёсткие. Знаете, я тут вспомнил кампанию за Рим, которую мы вот сейчас отыграли, захватив всю карту для глобал саги. Там у нас у притарианцев ближний бой был 107. Всё-таки притарианцы, мне кажется, пожёстче будут. Ладно, погнали. Я потом тоже склестну, пожалуй, битву. Если вы захотите, мирмидонцы против римских, значит, притарианцев, это будет весьма интересно. Ну шоу. Прокийцы подтягиваются. И вот-вот они будут, значит, у оборонительных позиций мирмидонян. Разрушает всё на своём пути. Также отряд у нас зафиксировался здесь, мирмидонцев, для удержания обороны. Однако здесь фракисов отправили лишь один отряд. Это мелочь. Итак. Мирмидонцы дают залп. У них есть, как известно, пилумы, то есть дротики. Закидывают они в данный момент неприятеля этими дротиками. Однако не особо-то успешно. Хотя вот пару челиков они всё-таки разобрали. Тот ещё пытается шевелиться. Посмотрите, он даже встаёт. У него четыре пилума, пять пилумов, ой, пять дротиков в голове. Это просто, блин, жёстко. В общем, мирмидонцев уже тут, как видите, пытаются кромсать. Также здесь тоже, смотрите, фракийцы начинают обходить со всех сторон. То есть будут заходить также и здесь прорываться. Здесь пытаться прорываться будут. И, конечно же, большая часть фракийцев пытается ворваться сюда. Здесь у нас два трета мирмидонцев не просто так стоят. Потому что сильнейший и тяжелейший удар будет у нас как раз-таки именно по этому месту. Итак, здесь у нас мирмидонцы, как видим, хорошенько так расправляются с фракийцами. Не знаю, почему они отправили так мало солдат именно в эту улицу. Хотя я бы посоветовал бы, конечно, чуть больше отправить. Но что видим, то видим. У нас фракийцы откисают, отлетают. Ну, не могут противостоять таким малым числом против отряда мирмидонцев, понятное дело. И отряд сейчас будет бежать. Всё, они полностью разбиты. Тем временем здесь враг, как видите, отправляет большую часть своей пехоты в тыл. Дабы ворваться вот сюда. Смотрите-ка, здесь серпоносцы колонной обходят мирмидонцев. Блин, это просто жесть. Мирмидонцы такие, что за фигня, давай кидать дротики. И вроде бы серпоносцы сагрались. Ну, как видим, они зашли чисто во фланг. Однако мирмидонцы здесь всё-таки должны будут выстоять. Да, кровища, конечно, много. Анимаций и убийств тоже немало. Да, как видим, мирмидонцы справляются с своими задачами. И как-нибудь их делать. Итак, враг всё-таки полностью бросает сюда свои силы. А на удивление, пока что сюда никто не пошёл даже. Смотрите-ка, что странно. И, значит, афракийцы передумывают и снова сюда бросают ещё большее количество юнитов. Что интересно. Хотя изначально они отправили сюда лишь один отряд. Да, вот посмотрите на эти шикарные анимации убийств. Карает мирмидонца своего неприятеля. Тем временем здесь видим тоже огромное количество уже трупешников со стороны фракийцев. Мирмидонцы держатся. Пока что всё нормально. Но это временно. Боевой дух, конечно, будет висеть на одном и том же уровне. То есть 100, однако усталость делает своё дело. Конечно же, и упадёт в ближний бой, и рвение отряда продолжать в битву. Однако сражаться будут всё равно до последнего. Но всё-таки статы, увы, у нас упадут. Мирмидонцы тоже откисают, как видим. Ребята не бессмертные, понятное дело. Будут потери. Без этого никак. Тем временем здесь у нас всё ещё мирмидонцы сражаются. Идёт ещё один отряд в бой. Ещё один отряд в бой идёт. Отлично. Но пока что стоят. Пока стоят, и это здорово. Также фракийцы провёл 100 пехот. Вот у нас в ту улицу, куда я и думал, что будет основной натиск. Однако здесь не так много отрядов, как видим. Хотя, в принципе, если так посмотреть, то самый жёсткий удар пришёлся именно в тыл. Здесь юнитов неприятеля гораздо больше, нежели в другой какой-то улице. Мирмидонцы стоят. Терпят. Очень много серпоносцев, как видим. А как известные серпоносцы, это смерть любого тяжёлого пехотинца, закованного в броню. Ибо этим ребятам даже не нужны успехи. Зачем, если у них есть столь грозное оружие, готовое пробивать всё, что угодно? Однако, мирмидонцев пробить даже такое оружие не всегда там может, как мы можем увидеть. Мирмидонцы продолжают карать, нарезают бедные горло неприятеля. Летят головы. Тем временем здесь этот мирмидонцев перехватывает засадный отряд, так скажем, что пытался уйти его в тыл. Однако им ничего не удалось. Мирмидонцы их удачно перехватывают и забирают. Что мы можем посмотреть сейчас по статам? Давайте глядим. Отряд мирмидонцев в тылу сделал 354 фрага и потерял 25 юнитов. Причём это, я считаю, немало. Отряд ещё один мирмидонцев потерял 2 юнита, убил 104. Отряд, который принял первым натиск, осталось всего лишь 74 юнита в отряде, но сделали не 580 фрагов. Отряд ещё один в той улице, в которой я предполагал, что будет основной удар. Однако нет, но всё же. 104 юнита осталось в отряде, 247 фрагов, сей отряд сделал. И отряд, который, значит, у нас стоял здесь, который должен был, по идее, сражаться лишь с одним отрядом, а столкнулся с гораздо большим количеством юнитов. Осталось там всего лишь 59 юнитов. Это в данный момент самый маленький отряд, который имеется на данный момент. Это именно мирмидонцы с мечами, у которых 59 юнитов, извиняюсь, то, что повторяюсь. 470 фрагов все отряд сделал, плюс подкрепление, в котором 115 юнитов осталось, и 54 фрага сделали. В общем, продолжаем смотреть на нас за сражением. Что будет дальше, пока не ясно. Полководец у нас пока что стоит в тылу, значит, за мирмидонцами с мечами, которые первые, значит, встретились и удар. Как видим, отряд мирмидонцев, один из отрядов мирмидонцев сейчас прорывается в тыл. Это тот самый отряд, что разобрался с фракицами, значит, которые пытались прорваться в тыл. В общем, мирмидонцы уходят в тыл, дабы, так понимаю, дать залп. У них же есть дротики, да, своеобразные. И, в общем-то говоря, после чего влететь. Натис здесь не помешает, и сломать боевой дуг было бы неплохо. Но фракийцы несут серьезные потери. Уже тысячу фрагов у мирмидонцев в запасе есть. А это, как говорится, уже хорошо. Чем больше мирмидонцы смогут нанести урона, тем выше шанс того, что рано или поздно фракийцы, даже несмотря на то, что их будет больше несколько раз, они могут побежать. Мне еще и дротики спивают. Доказать на отцу. Тем временем, отряд мирмидонцев заходит уже в тыл к неприятелю. Бросают дротики, забирают некоторое количество юнитов и врываются в бой. Летят головы, смотрите, просто, просто везде кровища. Сразу же волна крови захлестнула. Эти позиции просто. По красоте сносят фракийцы, уже бегут, смотрите-ка, пытаются сбежать, однако мирмидонцы им дают. Полотным заслоном сдерживают фракийцев, дабы те не смогли бежать. Еще успевают дротики кидать. Ну, это вообще просто реальный терминатор античности, ебово. Конечно, на основном уровне притарианской гвардии, тем не менее. Тем не менее. Пока что прорыва такого жесткого я не наблюдаю. Здесь, кстати, отряд практически погиб. Да ладно, он полностью пал, его полностью вырезали. Здесь остался лишь один отряд, в составе которого 107 юнитов и 120. 11 отрядов уже погиб полностью. Вот это неждан. Ну, фракийцы убивают, видим, некоторые отряды делают и по 20 фраг, 5 фрагов и по 13. То есть, могут убивать. Фракийская, знаете, 43 фрага сделала. Но вы что хотели? Здесь много элиты у фракийцев, так или иначе. И так, здесь разобравшись, отряд что сражался в тылу. Они что уходят в подкрепление, в центр. Ибо здесь отряд тоже проседает. Уже осталось 55 юнитов и 120. Не могут мирмидонцы. Не в силах они выстоять. Числа не хватает, однако. Числом фракийцы давят. И так они устали, конечно, истощены мирмидонцы, однако нужно идти в бой. Тем временем, полкан тоже уходит куда-то ближе к берегу, обходя улицы города. Видим, здесь фракийцы тоже отправляют еще отрядов в тыл. Их встречают мирмидонцы. Абсолютно... Новый отряд, который еще не сражался у нас до сели. 200 фрагов сделали, молодцы держат. Тем временем здесь отряд, видим, всего лишь 26 юнитов пытается сдержать сотни. Это... Это достойно похвалы. Молодцы просто удерживают фракийцев. Стерпоносцы даже пытаются просто прорваться за строй, дабы уйти в тыл. Но мирмидонцам все нипочем. Конечно, я еще ни разу... А, вот. Только хотел сказать, что ни разу не видел трупы, вернее, падения мирмидонского юнита. Однако, как видим, все-таки падения так таковые есть. Фракийцы же тупо наплевав, что их стало всего лишь 20, пытаются прорваться в тыл. У них это получается, как видим, многие из фракийцев уже в тылу отряда мирмидонцев. И так, мирмидонцы оказываются полностью окружены. Фракийцам по барабану, что остается мирмидонцев лишь 10, не поначалу прорваться сквозь ряды мирмидонцев, дабы устремиться в центр. Тем временем, полководец наконец-таки от мирмидонцев Ахиллеса оказывается там, где и должны они быть. Разбираются, разделываются с фракийцами, что пытались сюда прорваться. Здесь же отряд 120 мирмидонцев осталось здесь уже 113. Теперь им предстоит сдержать всю эту орду. Тем временем, здесь мирмидонцы все еще отстаивают свои позиции. Успешно удерживают. Я уверен в том, что они очень хорошо здесь проработали. Как видим, 139 фрагов весьма неплохо. Также здесь отряд мирмидонцев с мечами 19 юнитов осталось 830 фрагов. Полководец 124 фрага. Мирмидонцев с мечами 316. Также здесь отряд 35 юнитов осталось 834. Юниты здесь примерно не забрали, да, это точно. Плюс еще отряд мирмидонцев 461 фраг. Не забываем, что отряд мирмидонцев был также здесь. Могу примерно предположить, что он сделал еще где-то 800 фрагов. И отряд, что был здесь, также сражался с фракийцами, что у нас пал, к сожалению, когда его полностью начали обходить. Фракийцы. То есть прорываться сквозь строй мирмидонцев, дабы наконец-таки их зарезать. Там примерно тоже отряд сделал где-то 900 фрагов. В общем, прилично. В среднем отряд мирмидонцев готов выносить, если никто в тыл не заходит, 800-900 фрагов. Больше тысячи не в этот раз все-таки фракийцы. Это не какие-то кельские бичи, напомню, или египетские, или персидские. Это весьма серьезные войны, которые долгое время обучались и сражались. Что самое главное. Бойцы опытные. Не подспоришь. Даже здесь мирмидонцам, как видим, заходят в тыл. Неприятно, конечно. Но мирмидонцы вынуждены с этим смириться и отбивать свои фланги. Нельзя давать ни в коем случае фракийцам уйти в тыл, потому что это может плохо улучшиться для наших мирмидонцев. Тем временем здесь отряд полководца полностью утилизировал, да? Да, полностью утилизировал неприятельский отряд. И сейчас, как видим, пытается уйти в тыл. Да, здесь один отряд мирмидонцев полностью упал. Остался еще лишь один отряд, который вот как раз-таки пришел в подкрепление. Здесь, как видим, осталось 110 юнитов, вернее 101. Они забрали 515 фрагов. Это неплохо. И отряд, что здесь долгое время стерживает, сделал всего лишь до 408 фрагов. Но здесь, как видим, очень много тяжелой пехоты было на стороне фракийцев. Вся различная знать и ветераны. Об этом говорят прямоугольные ночцы. Знамя. Прямоугольные знамя фракийцев. Это говорит о том, что пехота здесь тяжелая. И так просто ее одолеть. На мирмидонцев их видим тоже у нас не бессмертные. Увы, смертные гоняют многих. Фракийцев по приблизительным меркам осталось здесь, ну, где-то в три раза меньше, чем было на старте этого боя. Итак, смотрите-ка, здесь отряд мирмидонцев полностью окружают, тоже пробивают позиции. Ну, как говорится, знать есть знать. Итак, полководец заходит в тыл, отлично. Резервы фракийцев все отсюда вывели, да? Отлично. Итак, мирмидонцы и хелеса бросают, значит, свои дротики. И пошли, значит, в раш. К серпоносцам, чтобы. В самом деле, безумное противостояние, можем с вами наблюдать. Ох, как они через щиты переврасывают, ну, это вообще нечто. Я вот как на мирмидонца не посмотрю, вижу чью-то смерть. Обычно фракийскую. Но и мирмидонцы тоже у нас. Повторюсь еще раз, небессмертные. Тоже из плоти и крови. Не хватает мирмидонцам числа для того, чтобы на равных удерживать. Но они стараются весьма неплохо. Многие здесь среди фракийцев бежали. Можно даже это увидеть сейчас. Огромное количество юнитов убегает здесь. Также здесь видим целые колонны. А где они? Значит, погибли, пока бежали от ран. Ну, фракийцы тоже не мясом деланные, как бы. Да ладно, мирмидонцев здесь полностью расхит... Офигеть, да обмыть не может. Серьезно. Ты посмел бежать? Видите, мирмидонцы отступают, бегут. Фракийцы их отпустили, на удивление. Заходят их еще одному отряду. Смотрите, все, вот как это бывает. Сломается один отряд, все. Начинается прорыв просто по всем флангам. Устремляются фракийцы в тыл сюда. Сейчас пойдут к полководцу нашему. И все, боюсь, мирмидонцы здесь не осилят. Когда зайдут к мирмидонцам в тыл, серпанасцы очень хорошо тыл умерезают. Сразу скажу. Мирмидонцы не способны удерживать фракийцев в окружении. Им нужно занимать либо улицу, либо прямую, да, чтобы к ним точно не зашли в бочинах. Вот это все очень плохо кончается обычно. Они просто плют на мирмидонцев и заходят к ним в тыл. Вот это, конечно, я вообще не ожидал. Мирмидонцы продолжают сражаться, однако отступают. Они даже отступая убивают. Ну, то есть, ну, это редкое, на самом деле, зрелище, чтобы отступающий юнит мог еще и добивающего убить. Это, ну, это редкость. Итак, молитика уже к полководцу заходит в тыл. Полкан здесь благополучно разобрался с неприятелем. Осталось, как вы можете здесь заметить. Ах, секунду. Здесь отряд мирмидонцев, что бежал. Здесь осталось лишь 22 юнита, да, у них боевой дух, видимо, очень жестко так просел. Сделали не 715 фрагов, что весьма достойно. Полкан уже сделал 375 фрагов. Для 59 юнитов это достаточно много, учитывая, что отряд еще не погиб полностью. И еще один ответ мирмидонцев, где осталось 16 юнитов, они сделали 676 фрагов. Это очень много. Ну, а фракийцы, да, они как бы делают фраги по 7, по 34, по 24, по 29. То есть, в принципе, отряд в среднем набивает 15 фрагов, да? То есть, если так посмотреть, этого более чем достаточно, их количество. Более чем достаточно того, чтобы снести мирмидонцев раз навсегда. Их в данный момент осталось примерно 1000. То есть, 1000 фрагийцев против, ну, мягко говоря, 80-90 мирмидонцев. Мало, мало. Еще есть фулловые отряды у фрагийцев, более-менее фулловые отряды, которые еще способны сражаться. В отличие от многих других, что уже пали. А вот, смотрите-ка, фрагийские ветераны здесь 111 юнитов с до 20. То есть, в принципе, еще есть фулловые отряды у фрагийцев, да? Ну что, последний рыбок. Кто одолеет именно вот сейчас, в данном бою, кто-то победит. Иного не дано. Ну, у фрагийцев тоже есть боезапас, с дротиков тоже накидывают, естественно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Полностью пронзили дротиками. Вот, сука, батит на застрел, а? Они просто подходят, кидают и выходят. Ну и что такое, а? Урёбаные застрельщики. Эти тут вообще стали поговорить, видимо. Обсудить дальнейший план с полководцем. Ай-яй-яй, нет, дротики делают своё дело, да? Мирминус осталось 17, они сделали 686 врагов весьма недурно. От фракицов я готов предположить, что осталось здесь в бою. 87, 34, 35, 42. Ну, не более 250 юнитов в плен. Блядь, всё-таки мирминусы, вы должны выстоять. Я, конечно, понимаю, что вас пиломами закидывают. Но если бы не эти пиломы, вы выстояли бы стопудово. Вас просто расстреляли. Просто расстреляли. Вот прям ахиллесовая пята, грёбаные стрелки. Шоб его. Последние мирминдоняне пытаются что-то сделать. Удержаться хоть как-то. Выставить, выжить. Но не всем это выдано. И всё-таки незащищённый тыл сказал о себе. Заявил о себе. Дротики у нас карают каждого. Любого. И так Эпир проиграл. Но это героическое поражение, я считаю. Героическое поражение для мирминдонян. Их было девять сотен против семи тысяч трёхста сильнейших юнитов фракии. Достойно. С фракийских юнитов осталось здесь не более 250. Каждый отряд мирминдонцев сделал по 800-700-900 фрагов. Достойно. Мирминдонцы держались. Доблесть. Фракийцы, как видим, осталось-то всего лишь там 250 юнитов, да, из всей их семитысячной элиты. Конечно же, фракийцы эти сбегут после боя. Отступят. Потому что сей победа не победа, а скоро и поражение. С таким позором победить. Но, ребят, что могу сказать. Удачи вам на просторах фракии. Однако вам не тягаться с мирминдонянами. Бегите, хлопцы. Не, я на самом деле шучу. В общем, мне битва понравилась. Пишите, что думаете. Если есть идеи по сражениям, предлагайте в любых сериях игр Total War. А на этом всё. Вы лучше и помните, знайте. Удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok